Всем привет! Вы снова на канале Компьютерная Технология. Сегодня у меня в обзоре раритет, можно сказать, обо классика жанра от фирмы Acer, ноутбук Acer Aspire 4920 моделька. Интересна эта моделька тем, что комплектующие данной модельки можно было открыть крышечку самому и поменять, то есть поменять процессор, поменять инчестер, оперативную память и даже видеокарту. Без особого труда, можно сказать. Сейчас такие, конечно, ноутбуки уже не делают. Сейчас все паяют на одной плате, типа как планшет, вставляют, как у меня в обзоре было, ноутбук или иного, просто паяют все на одной плате, то есть процессор, память, видеокарта, все запаяется. Когда-то было это все отдельно, можно сказать, где-то примерно лет 8 назад, когда продавался, покупали такой данный инкутбук. Дизайн, конечно, на то время был такой суперской. Мне он даже сейчас, он мне нравится. Вот такой глянец идет, такой черный. У нас тут окантовочка такая черная, типа лаком скрыто, все красиво. Тут у нас асеровская тема, сигнал-ап, то есть антенна Wi-Fi усиленная. В задней крышечке у нас тут видно решетка вентиляционная, то есть этот ноутбук идет в черно-белом варианте, очень такой красивый вариант выходит. С правой стороны, сейчас я вам покажу, какие еще разъемы здесь использовались. У нас замочек, затем у нас VGH-неразъемчик, затем идет телефонный, Теолаб, кто помнит еще такой модем, затем Ethernet, затем S-Video, то есть HDMI еще не было в данной модели, так как данная модель еще построена на чипсете 965, укомплектовалась разными видеокартами, даже были вроде похожие модельки, но там чуть-чуть по другому названию, встроенные видеокарты, здесь у нас отдельная дискретная карта, затем идет два USB 2.0, после него идет 1394 разъемчик, популярненький на то время, затем идет картридер, дальше у нас экспресс-карт, кстати, возможно, была даже такая штука, что пультик и шел в комплекте в некоторых моделях, дальше покажем. Так, с передней стороны у нас два индикатора диода, то есть идет у нас включение, подключение блока питания, затем идет заряд самого аккумулятора, под низом у нас качелька громкости звука, затем идет, открывается крышечка, под ней идет инфракрасный приемник для пульта, затем идет пятиканальный аудиоразъем, то есть у нас тут можно переключать в режиме 5.1, то есть тут либо использовать на вход звук подавать, микрофон и также у нас наушники подключать. Так, дальше, с правой стороны у нас идет привод, затем за приводом еще два USB 2.0, что для 14-дюймового ноутбука, данный ноутбук 14-дюймовый, это уже неплохо, затем идет у нас подключение зарядки блока питания. Зарядка, кстати, идет 90-ваттная, такое приличное, то есть рассчитано на нормальную нагрузочку, можно сказать. А сейчас я вам, сначала покажу, что снизу, как оно все происходит. Похожая моделька у меня была Dell 1550 XPS, здесь чуть-чуть по-другому сделано, то есть у нас батареечка у нас вверху, установленную крышечку я эту снял специально, вот так и не очень так быстро можно снять, но куча винтов есть, вот так установлено это все дело, то есть она открывает практически снизу весь доступ к всех комплектующих основных ноутбуки, то есть без особого труда можно поменять кучу комплектующих, при этом не нужно носить сервисный центр, большой плюс, можно сказать, для тех ноутбуков еще. Батареечка у нас популярная для этой серии AS, она у нас 7А51 на 4000 мАч, 11,1 Вольта, вот такая батареечка, батареечка, конечно, уже износ, ее уже 93%, там 7% всего лишь там держится, выкритый, ничего больше не могу, батареечка, ну это такое, так, построен там, на Intel платформе, так как я уже сказал, 965 чипсет, моделька, сейчас я здесь попробую показать, что у нас корпус показывает, вот у нас зарядник, 15 на 4,74, то есть 90 ватт идет, 49-20 серия, корпусом и 49-20, вот так, Intel у нас Wi-Fi здесь стоит, вот, такая BGN, затем, очень похожие, то, что я говорил, у XPS, вот здесь такая штука, вот у нас идет кулер, вентилятором вместе, затем идут трубки, одни трубки идет под процессор, центральный процессор, затем идет за ним чипсет, который только перепаивается, не меняется, вручную, процессор можно свободно поменять, нужно открутить эти все винты, затем идет, снизу у нас, два слота под оперативную память, затем идет винт, ниже, с правой стороны мы видим видеокарту, видеокарта здесь установлена в данной модификации, Radeon 2400XT, HD 2400XT, мобильники, имеет, что-то там, 64 бита, шину, и вроде бы 256 мегабайт встроенной памяти, точно надо посмотреть, точно не помню, но самое интересное то, что у меня когда-то этот был ноутбук, собран практически в самой максимальной комплектации, я собирал его, то есть потолочный сюда процессор, можно подставить Core 2 Duo T9300, видеокарту стояло у меня 3650 на 512 мегабайт памяти, DDR2 128 бит, ну и максимум чипсет поддерживает, 4 гигабайт оперативной памяти, в принципе, неплохая была лошадка, на то время, хороший такой ноутбук, мне дизайн нравится, и вообще, супер его сделан, единственное то, что он немного тяжеловато, с зарядкой он где-то примерно 3 килограмма веса имеет, вентилятор, плюс тот, что когда мы это все снимаем, то есть почистить, это все особого труда не вызывает, здесь у нас вентилятор идет, то есть его можно снять, не так как он разборный, то есть его можно смазать, если у вас начало перегреваться, отключаться ноутбук, просто это все снимаем, сейчас я это все не буду снимать, так как тут и здесь используются термопрокладки, когда снимаешь рвутся, здесь термопасту используют, а все в остальных местах там термопрокладки, так что если снять, это все дело снимаем, чистим, пелесосим эти все решеточки, все без проблем продуваем, все красиво работает, не перегревается, вот такая вот модификация, вот Aspire 4920G, то есть если за индексом G, это означает у нас отдельную видеокарту, возможно были модификации без этой видеокарты, тогда не будет здесь индекс G, то есть G игровой, считается мультимедийный ноутбук, так что в принципе зараз продается за очень неплохие деньги, то есть можно купить, еще пользоваться, единственное конечно экран уже у нас нелегко, но это такое, внутренняя часть крышки вся на металле, то есть отвод тепла идет максимально, еще была у меня, конечно моделька еще поновее, 4930 брал я еще новую из магазина, эти ноутбуки комплектовалась с Windows Vista, таком премиум, 4930, моделька уже шла более современная, на новом чипсете уже, P45 шло, вроде бы да, уже точно не помню, и там уже можно было установить, вплоть до 4-х ядерных процессоров, 14-й диму в таком ноутбуке, и видеокарта 9600GT, так, смотрим, что у нас внутри, это эта история, рассказал он мне, но самое интересное, не знаю, может самое неинтересное, может интересно, но вот, вот имеем, вот со мной бук, дизайн супер, цвет белый для девушек, не знаю, мне вот тоже он нравится, белый с черным, очень качественно все, все это показывает, то есть у нас, что мы имеем, здесь мы имеем, защелочка, это понятно, у нас два микрофона, один микрофон, затем идет второй микрофон, затем идет индикация работы камеры, камеры по центру, вот здесь были резиновые прокладочки, где закручены, это все болтики, затем идет резиновые, такие прокладочки, для того, чтобы не поцарапать, не скрипел в процессе переносом, сам ноутбук, матрица у нас идет, еще на лампах, разрешение 1280 на 800, то есть 1280 на 800, вроде помнил, это у нас идет самсунг матрица, дальше у нас, так, упустим нижнюю камеру, покажу, что как оно вообще внизу, вот, а вот внизу вообще супер, то есть у нас полный функционал, если сейчас мы знаем, в ноутбуках современных, используются FM клавиши, с всеми этими делами, здесь используется еще, очень красиво сделано, то есть диодная подсветочка, у нас вот идет подсветка, нам нравится работать само винчестера, затем вот как слог, нонлог, подключение зарядника синенький, включение ноутбука, затем фирменные фишки, асер идет, одна запускает, какой-то там программу, точно не помню тоже, play, пауза у нас сенсорная клавиша, затем у нас stop, предыдущий трек, следующий трек, затем самая крайняя клавиша, я вот не знаю, это может быть какая-то запись, возможно, может какой-то датчик стоит, динамики, virtual, round sound, dolby, home, сиата, то есть встроенные, более-менее нормальные, затем еще сбоку есть кнопочки, уже механические, то есть включение Wi-Fi, запуск интернета, затем электронные почты, также если встроенный есть, то есть отдельно подключенный, это вот Bluetooth, можно включать, синенький мургает, в процессе работы Wi-Fi, здесь Wi-Fi мургает, желтым цветом, еще одна клавиша фирменная от Acer, запускает дополнительную панельку, короче, это в софте Acer, то есть делает еще более интересный, внизу видим 4920, вот такой глянцевый, клавиатура очень удобная, мне вот нравится, вот с Acer, вот с тех же Acer, вот клавиатуры очень удобные, то есть сделана такая она, ей удобно вытирать, если она пачкается, то есть она не будет цепляться, вон тут углубление, сделана так специально, чтобы удобно пользоваться, славшая фенка у нас после контрола, тоже удобно, здесь у нас с ним Core 2 Duo, Intel Cintry, Core 2 Duo 5450 вроде точно, значок Vista, 2400 графика, от E-Rodion XT, здесь была большая наклеечка такая, что у нас там 120 вроде бы Winchester, 2 гигабайта встроенной памяти, 2400 видеокарта, Core 2 Duo процессор, на базовой киеве встает, затем снизу мы, по центру мы видим, тачпад, тоже красиво, с дизайном, таким вот, левой и правой фланш, затем тут еще дополнительный, я так понимаю, управление самого курсора, тоже софт дополнительный нужно, не знаю, как на Vista, оно это все, наверное, работало супер, продавистов же, это нужно закрыли, прикрыли, это все дело, так, сейчас я это все попробую запустить, короче, и посмотреть, как он, зарядник, зарядник, знаменитый, астров, тяжелый, такая большая махина, у нас Delta, Electronics, TP90CD, DB100, 240 входящий, 1,5 А, 50-60 Гц, выходящий, 19 Вольт, 474 А, плюс, у нас внутри, вот такая, старенькая, тяжелая, старая, зарядник, сейчас уже, делают, намного меньше, такие зарядники, скорее всего, идут уже, только, с гаражными ноутбуками, в основном, идут зарядники, зарядники, ноутбуки, это, у нас, только, как, мобильных телефонов, типа, и подобное, запущу, это все дело, сейчас, включу, вот, синеньким, загорелась, подсветочка, у нас, это все дело, тут, заварилась, здесь, диодики, запустился, Acer, у нас, сейчас, не прорудится, тут настроил, уже систему, кристалл, да, со временем, петли убиваются, так как, у нас, крышка, очень тяжелая, и, вот, есть, вот, такой, вниматель, в принципе, сейчас, он для работы, еще, канает, устроен, графика, 2400, драйвера, есть, то есть, никуда не делись, на десятки работает, единственное, то, что ставит десятка, она уже не будет, работать, полно, полнофункционально, как, работало, на старых, виндовсах, и, при этом, нужно ставить, старые драйверы, потому, что, десятку ставит, драйвер, свой, пятнадцатого, года, и вас, YouTube, перестанет показывать, вообще, видео онлайн, и вас, перестанет показывать, для этого, нужно, обновить, драйвер, на более старую версию, Тиро Димоновской, 13,4, бета, версия, есть, 13,1, можно, попробовать, бета, поставить, 13,4, особо, он не хочет, десятки ставится, надо, принудительно, выбирать, папку, и тогда, оно, все, заработает, так, сейчас, прогрузит, матрица, оттенок, желтизны, есть, яркости, запас, мало, так как, у нас, используется, матрица, еще, на лампах, то есть, лампы, не дают, той, контрастности, той, яркости, при этом, более, жрут, батарейку, самого ноутбука, так, что, данный ноутбук, не совсем новый, вот, есть, вот, мрогает, на, Wi-Fi, датчик, если подключены, что-то, просканирую все, после загрузки, не очень быстро стартует, у нас не SSD, так, по суммарной информации, пробежимся у нас, десятку, добавил сюда оперативной памяти, чтобы работал, более-менее, в двухканальном режиме, ну, особо, особо, там, разницы большой, такой, не заметил, так как, лучше ставить, два по два, чем, два и один, так, что мы имеем, 49,20, 54,50, 1,666 МГц, двухъядерный процессор, еще такой слабенький, против, 965 чипсет, BIOS, 27 года, даже, капец, даже, на букву, наверное, влезет 10 точно, Samsung, матрица, 4.1, 256 видеокарта, по датчикам, понятно, будет греться, все, забешеный, ну, чтобы не греется, но, так, много есть, по системной плате, пробежимся, у нас центральный процессор, имеет 2 мегабайта, второго кэша, никакого, третьего кэша, здесь, вы не увидите, дальше, что у нас системная плата, 128 бит, работает в двухканальном режиме память, по чипсету, возьмем, пробежимся, 4 максимум, в виде оперативной памяти, вплоть до 800, фсб-800, но, так как у нас используется более старый процессор, работает память на 667 частоте, так, перейдем к графической части, видеокарту, асер 2400, истэ, 65-й техпроцесс, у нас 10-й, директ и приматиль, директ 2, 64-бит, так как у нас идет, 2400, она, с, звук здесь, имеет, устанавливается, пусть и ставить, в Windows 10, LTSB, там, нам нужно скачать, Realtek 281, 281 версии, для того, чтобы 268, оси, еще есть модерн, так, по тестам, что у нас там, хранение данных, учестер у нас, понятно, 5400, какой-то будет там стоять, в Touch, сатан, так, 120-ку от Hitachi, 5400, 8-ми абайт каша, по тестику, сейчас, пробежусь, видео, в принципе, тянет на бок, к сети, для интернета пойдет, у нас, не забываем, что у нас видеокарта HD, то есть, она может, может, работать, тянуть, видео, интернете, сейчас я загружу, смотрим, для начала, 7000, набираю, 100 баллов, у нас процессор, двухъядерный, по чтению и памяти, сейчас делаем, особо больших результатов, не будет, это все зависит от чипсета, и процессора, в данном случае, то есть, вот, 5000, такой, средний результат, по, так, по, 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 диагностика, монитора, сейчас делаем, такой, был быстром пробежусь, светопередача, есть цвета, то есть, есть оттенок желтизны, вот, видно, в самом краю, короче, так будет, сейчас мы, сделаем, чуть-чуть, лучше картинку, попробуем, так, запустим, интернет, что-то там, какой-то, ролик, прилично, жирный зону, 1080, попробую, потянет, в начале, 1080, и, так, даже, в HD, он тянет, 4К он у нас тормозит картинка понятно, видеокарта не рассчитана на такой жесткий, можно сказать нагруз видео тем более через Wi-Fi особо оно не прогрузится для такого экрана идеально это 720 на потолок Full HD отличный вариант на сегодняшний день это хорошая рабочая лошадка примерно за цену где-то 80 долларов в идеальном состоянии он может около 100 долларов стоить но это уже на сегодняшний день дороговато для него так что можем попробовать вот такой эффект есть легко и надо все это видеть у меня музыка вот такого плана сейчас я перезагружу посмотрим вот есть домашний театр можно отключить этот режим то есть работает эффект есть вот такой ноутбук вот такой ноутбук у него был у меня сегодня в зворе неплохой такой ноутбук за свои деньги в принципе очень хорошая лошадка если на то что батарейка уже убита но на китайском рынке есть ноутбук вариантов батареи то есть и усиленные не усиленные я думаю это такая машина уже на сегодняшний день что вы ее не носите так как она весь зарядка ведь это примерно 3 килограмма а просто использовать ее как домашний замена домашних компьютеров все всем спасибо за просмотр ставим лайк и подписывайся на канал это был ноутбук астраспайр 4920 же отличный мультимедийный ноутбук на свое время когда он только выпустился на сегодняшний день это тоже очень красивая машина до новых встреч всем пока